МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы Акцент. Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня гость студии, журналист, сценарист, театральный кинорежиссер. И редактор-консультант ВГТРК Телеканала России. И ведущий мастерской факультета журналистики. Я вынужден просто обращаться в бумаге, потому что очень много ипостасей, очень много регалий. Речь идет об Андрее Марковиче Максимове. Добрый день, я поправлю вас, да? Да, конечно. Я ни разу не кинорежиссер, на всякий случай. И во-вторых, я действительно редактор-консультант канала «Россия-1», но я ведущий канала «Россия-1» и канала «Культура». То, что я ведущий канала «Культура», для меня очень важно. Потому что это любимый мой канал. Да, спасибо за уточнение. И вы еще автор учебного пособия «Профессия-ТВ-журналист». И я как раз хотел бы с вами поговорить, начать наш разговор с некоторых проблем, которые, на мой взгляд, существуют в отечественном телевидении. Но вот до начала эфира вы мне сказали, что, а, из соображений этических вы не комментируете действия коллег по телевизионному цеху. Но это было ладно, но вы меня убили сообщением о том, что вы вообще не смотрите телевизор. Я смотрю телевизор, я не смотрю политические топ-шоу, я смотрю их крайне редко, практически не смотрю. Я смотрю канал «Культура» с большим удовольствием, я смотрю на канале «Россия» документальное кино, там бывают очень хорошие фильмы. Я с удовольствием смотрю, например, Дашу Золотопольскую, которая на «Культуре» берет интервью, Юлию Меньшову на первом канале «Программные дни» со всеми, я смотрю с удовольствием. Я смотрю футбол, это просто большая часть моей жизни. Поэтому нет, я смотрю телевизор, конечно. Но я вот эти все истории, в которых я сам периодически участвую, я не смотрю. Нет, это понятно, но тогда возникает вопрос. Многие люди, я, например, тоже стараюсь смотреть, вернее, смотрю новостные какие-то программы, и футбол тот же самый. Правда, мы с вами, как уже выяснили, болеем за разные команды, но это не суть. Вы болеете за «Рубин»? Нет, я болею за «Спартак» с незапамятных времен, это будет смешно. Поздравляю вас тогда. Да, 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 16 лет спустя, чемпионы, победа случилась и так далее. Почему вы не смотрите так называемые публицистические программы телевидения? Из публицистических программ телевидения я смотрю программы Соловьева периодически. Все, что я делаю или не делаю, я делаю по одной причине – хочется, не хочется. Нет, ну так же не бывает, допустим, вся страна, ну не будем говорить в едином порыве, все-таки это не времена СССР, но тем не менее, там обсуждает Донбасс, обсуждает Сирию, Корею. Мы с вами живем, видимо, в разных странах. Правда? Потому что люди, которые окружают меня, они не обсуждают Донбасс и Сирию, они обсуждают другие проблемы. Например? Ну, разные проблемы. Я, поскольку занимаюсь психологией, обсуждают это. Не было еще человека, который, поговорив со мной больше 10 минут, не стал бы со мной говорить про проблемы воспитания, например. Мне кажется, что люди говорят про проблемы воспитания детей гораздо больше, чем про Сирию, про Донбасс. Каждая психофилософия, которой я занимаюсь, она говорит о том, что человек сам строит свою реальность. Каждый живет в той реальности, в которой хочет. Если человек хочет жить в той реальности, где есть Сирия и Донбасс, прекрасно, возможно, живет там. Ну, огромное количество людей, судя по всему, живут именно в такой реальности. Всю свою, как я надеюсь, сознательную жизнь, я делаю программы для тех, кого мало. Это один из принципов программы «Ночной полет», в которой я делал личные вещи, программы «Дежурный по стране», программы «Наблюдатель», которые… Это все программы для тех, кого мало. И мне кажется, что если есть много людей, которые делают программы для тех, кого много, должны быть и те, кто делает программы для тех, кого мало. Абсолютно. С вами согласен. Я занимаюсь довольно длительное время примерно тем же, начиная с времен редактирования делового издания, который, в общем, понятно, тоже не для многих или не для всех. Но вы упомянули дежурного по стране, программу, которую вы ведете, по-моему, второй десяток лет уже, да, дежурит по стране Михаил Михайлович Жванецкий, и ему ведь приходят в студию, и те вопросы, которые вы отбираете, они зачастую касаются вот той проблематики, которая якобы не про вас. Я не отбираю вопросы, я их придумываю, мне есть неоткуда отбирать, я придумываю вопросы, которые я ему задаю. Это, как правило, несколько ироничный и мудрый взгляд на какие-то события. Причем это события, которые Жванецкий дежурный по стране, а не по миру. Поэтому мы обсуждаем с ним те проблемы, которые есть в стране. Мы дважды, по-моему, или, по-моему, дважды получали ТЭФИ, программа получала ТЭФИ, как лучшая юмористическая программа. Собственно, мы, я не уверен, что это прямо так правильно, но, в общем, мы делаем такую передачу, это не политическая программа. Я понимаю, да, но и юмористическая я бы ее с трудом назвал, потому что есть достаточно заметная грань между юмором и сатирой, и многие высказывания Жванецкого – это все-таки сатира, с моей точки зрения. Мне кажется, что Жванецкий – это жанр. Не поддающийся определение? Нет, поддающийся, но это такой отдельный жанр. Жванецкий, как любой талантливый человек, он ни в какие рамки не вписывается. Поэтому есть такие люди в телевидении, Алексей Герман, например, это жанр. Ну, наверное. Это нельзя говорить, что у него такое кино, это такой жанр, Алексей Герман. Вот поэтому, ну, например, это первое, что я пишу в голову, таких можно примеров много приводить. Ну, не так много, но можно. Вот Жванецкий – это жанр сам по себе. Жанр, который дежурит по стране, но даже в своей особой манере обсуждает нечто, не касающееся, скажем так, обывателей. Касающийся. Касающийся. Все, что мы обсуждаем, нет, ну-ка наоборот, все, что мы обсуждаем со Жванецким, а касается обывателей, другой вопрос, что обыватели тоже разные. Это же разные люди. Это есть. Но мы вообще стараемся. Именно как раз принцип программы «Дежурный по стране» состоит в том, что мы говорим о том, как нам кажется, интересно людям. Людям интересно их душевное состояние, их материальное состояние, их быт, их будущее. Да? Ну, раз, ну да. В том числе и это. В том числе и это. Людям еще интересны какие-то неожиданные, необычные вещи. Людям интересны разговоры про любовь, которую мы с Жванецким очень часто ведем. Людям интересен... Я думаю, это Жванецкому много лет интересно и до сих пор. Людям интересен какой-то парадоксальный взгляд на их жизнь. Это да. Это да. Я почему так назойлива, может быть, даже несколько об этом спрашиваю. Потому что вот я пытаюсь сейчас сообразить. Вы ведете мастерскую на факультете журналистики Института телевидения и радиовещания. Уже не веду. Уже не веду. Но ввели, да. У вас там какая-то специальная ниша была, как я понимаю, да? Вы могли вот со своими студентами... Что вы им преподавали вообще? На что вы их нацеливали? Они же должны будут потом идти на практический телевидение. Идея мастерской возникла у меня, когда я понял, что журналистика – это единственная творческая наука, где нет мастерских. Вы считаете, что журналистика – это наука? Единственная творческая история. Понятно, что Литинститут. Мастер набирает писателей. ВГИК, ГИТИС и так далее. Театральный вуз. У меня сын учится сейчас в театральной школе Константина Райкина. У него есть два педагога замечательных. Тополянский и Гинкос. В журналистике этого нет. Я пришел с идеи мастерских в МГУ, как ясно Николаевичу Засурскому, который сказал, что это невозможно в МГУ, потому что в МГУ должно быть университетское преподавание, университетская система. А в университетской системе не предполагает мастерских. И тогда это предложил Дмитро. Они сказали, что да. Мастерская – это когда мастер набирает молодых людей и учит их тому, чему считают нужно. Вот я учил их тому, моим условием сначала было то, что я напишу учебник. Мне институт закажет учебник. Институт мне заказал учебник. Вот это как раз ТВ, профессия ТВ-журналист. Потом называлось «Журналист ТВ – это просто», издательство Питер его пересдало. Вот там все написано. Я, например, их очень долго, два года. Я их учу брать интервью, например. Я их учу разным техническим вещам, чем отличается стендап от синхрона и всяким таким штук. То есть вы не касаетесь каких-то политических компонентов профессии? А в этой профессии нет политических компонентов. Этических моментов. Этических касаемся. А что такое политические моменты? Профи-журналисты. Ну, вы знаете, можно ведь ориентировать. Мы же прекрасно помним времена Советского Союза. И вы уж, я тем более. Когда идеологическая направленность, нацеленность, заостренность так называемым. Я могу кучу штампов вспомнить. Это уже непонятно, что мы этим я не занимаюсь абсолютно. Но мы выясняем вопросы, имеет ли право журналист иметь свою позицию. Это все, конечно, какие-то вопросы такие выясняются. Что лучше, либерализм или консерватизм? Нет, это мы не выясняем. Это вообще непонятный вопрос, что лучше. Кому лучше, то, кому. Но должен ли журналист иметь позицию? Как модель. Что такое свобода печати? Мы все это обсуждаем, конечно. Вы считаете, в России существует свобода печати современной? Вот сейчас, в той России, в которой мы сейчас живем? Свобода печати – это возможность журналисту высказать свои взгляды. Это когда журналист имеет возможность высказать свои взгляды. Мне кажется, что с появлением интернета вопрос о свободе печати вообще, мне кажется, очень вторичен и из прошлых веков. Потому что, когда у тебя есть интернет, вопрос о свободе печати вообще не стоит. Вот сядь в интернет, у тебя, у меня моя подруга пишет очень хорошие стихи. Я говорю, что ты книжку не издашь? Она говорит, зачем? Я печатаю стихи в интернете, в фейсбуке. Их читает гораздо больше, конечно, что народ. И она даже не думает о том, чтобы монетизировать свой талант? Нет, талант поэтам монетизировать очень трудно. Но я говорю о том, что сейчас очень большая... Издать книгу, получить гонорар – как трудно. Нет, 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 за поэта там нет гонорара. Но дело не об этом речь. Я к тому, что сейчас есть возможность у любого журналиста выступить в любой социальной сети с любыми словами. Поэтому вопрос о том, зажимают, не зажимают, свобода, не свобода, абсолютно, мне кажется, не с сегодняшнего дня. Это вопрос из вчера. Очень многие об этом говорят. Да, да, вы знаете, меня немножко даже это иногда смущать начинает, когда задаешь такие вопросы, тебе говорят, ну что ты, ну да, ну вот вы, собственно говоря, сейчас это сказали. Ну есть же интернет, есть социальные сети. Я иногда думаю, вот огромное количество площадок, которые появилось, которые существуют сейчас, медийных площадок в широком смысле, оно ведь чудесным образом ведет к такому дроблению, к фрагментации информационного поля. Да? Образуется некий комьюнити, где слышат только тех, кого хотят слышать. Так всегда было. Да? А так было даже при советской власти, когда мой папа слушал «Немецкую волну», потому что он хотел слушать «Немецкую волну». А мама слушала «Голос Америки», и это была большая разница. Нет, и мама слушала «Немецкую волну», а наш сосед смотрел программу «Время», потому что хотел смотреть программу «Время». Как вы с ним уживались? Нормально. Это все. Поэтому и так было всегда. Ничего принципиально нет. Ну, просто вы правы в том, что больше стало площадок. Это рад. Но у человека как был выбор, так и есть выбор. Это нормально. Из двух, из трех, из Н-вариантов. Из Н-вариантов. Сейчас из Н-вариантов. Да. И возвращаясь все-таки к политической какой-то структуре, да, или к политическому аспекту, существует, я вот упомянул, там либерализм, консервативность, существуют две модели, да, общественные, существуют доминирующие. Существуют представления о государственной какой-то модели, да, там демократы Обамы и Клинтона, например, консервативные такая, республиканцы времен Рейгана, разные взгляды на то, как общество должно развиваться, как должна развиваться экономика. И, в общем, хорошо, да, есть определенный, понятный для обывателя выбор. Вот это и вот это. Да, нет, да, нет. А когда мне предлагают, не мне, а обывателю, да и мне тоже, я тоже обыватель, предлагают безграничное или там стремящееся к безграничности количество вариантов, не кажется ли вам, что в результате человек просто сбивается с толку и уже не знает, и им легче манипулировать в результате? Собой займитесь. Не Обамы, Клинтоном и развитием экономики, а собой. Я привел пример. Я не к вам обращаюсь, я обращаюсь к тому самому обывателю, про который вы говорите, потому что вы мне сейчас, то, что вы сейчас говорили, вот эти примеры, это для меня то же самое, что вы мне рассказывали про некий подводный мир. Такие же примерно для меня по значимости слова. Экономика Обамы, экономика Хлинт. Это вообще ничего не поменялось. Мне совершенно не интересно. Мне не интересно ничего, на что я не могу повлиять. Я не могу повлиять на развитие экономики в России никак. Вообще? Да, будучи публичным человеком, и тогда не могу никак. И более того, я не считаю себя вправе это делать, потому что я исхожу из того, что если по экономике дают Нобелевскую премию, значит, экономика – это наука. Я в этой науке ничего не понимаю. И выходить на экран, и мне совершенно не интересно. А я могу поговорить с человеком, например, о том, что необходимо в своей жизни жить сообразно собственным желанием. Возможно, он задумается и будет жить, тогда его жизнь изменится. Я как человек, который регулярно проводит консультации психологические, ну, разговоры такие, я вижу огромное количество людей, их бывает по несколько человек в неделю, они обуреваемы совершенно не проблемой развития экономики в Сирии или Донецком. Они обуреваемы проблемами поиска себя, взаимоотношений с детьми, взаимоотношений в семье. И вот я, моя, я вижу свое, то, что мне интересно, то, что я пытаюсь делать, это вот с людьми говорить про это. А вот говорить с людьми про то, чем отличается развитие экономики по Глазьеву и по Кудрину, это не ко мне. Наверное, оно отличается, но я в этом ничего не понимаю. Да, хорошо, спасибо за уточнение. Я-то имел в виду немножко другое, не буквальное такое вот в лоб. Но когда мы разговариваем с людьми или друг с другом, мы все равно даем оценки, да, как быть с детьми, как мы смотрим на проблемы культуры, на проблемы воспитания. Мы, извините, вы, может быть, в данном случае опосредованно влияете на, или, может быть, даже не желая того, но вы же влияете, да, на то, как человек будет воспринимать окружающую действительность и мир. И если, извините, я закончу, если это влияние существует, то оно может привести к изменению его поведения применительно к вполне конкретным реалиям, выходящим за круг вот этой очень нежной, очень деликатной сферы. Семья, ребенок, созвучие, гармония, злобу дня. Все проблема в том, что для нас понятие злоба дня – это политическое понятие, а злоба дня – это понятие нравственное, а не политическое. А я не сказал, что это только политическое понятие. Нет, вы говорите, что от нежных проблем семьи и воспитания прийти на злобу дня. Да, да, социальные. Вот проблемы воспитания и семьи – это и злоба дня. А то, что вы называете злоба дня, как мне кажется, это отвлечение людей от решения собственных проблем. Просто таким образом отвлекают. Потому что человек должен жить… Ну, не должен, а было бы хорошо, чтобы человек жил осознанно. Для того, чтобы человек жил осознанно, он должен думать над своей жизнью, а не над жизнью страны. Он должен думать над тем, как ему жить, как ему строить отношения, как ему выбрать призвание, как ему помочь ребенку найти права. Он должен вот этим заниматься. И это и есть, на мой взгляд, самая главная злоба дня. Человеку говорят, давай подумаем, как нам вести себя в Сирии. Ничего человек сделать здесь не может. Андрей Маркович, извините, давайте не будем упрощать. Мы с вами прекрасно понимаем, вот вы сейчас сказали, что давайте пусть человек будет думать о том, как детей ему воспитать, как их там пристроить, как ему самого себя вести. Вы полагаете, что все это возможно вне контекста вот этой политической или социальной злобы жмя? Да. Я вам скажу, что при Сталине нет, невозможно. У нас нет такого контекста. Вообще во всех странах мира, тех, которых мы несколько подобострастно называем цивилизованными, это возможно. Я ставил спектакль в Таллине, ко мне приехала программа «Время». И она должна была, я ставил пьесу Екатерины Второй, и это как бы заинтересовало телевизору. И эта же съемочная группа. Характерно, между прочим. Эта же телевизорная группа должна была заехать в парламент Таллинский и взять интервью у кого-то. Никто из жителей Таллина не знает, где находится парламент. Потому что им это неинтересно все. Ну, в принципе, да. Люди, у нас нет такой ситуации в стране сейчас, вот сейчас, сегодня, когда нужно всем невероятно озабочиваться окружающим. Нет такой ситуации. У нас есть ситуация, когда каждый человек имеет возможность существовать так, как ему, в общем, нравится, и думать об этом, и воспитывать свои дети так, как ему нравится. История про то, что мы все как один начинаем заниматься проблемами страны, она мне, во-первых, не близка, потому что, мне кажется, достаточно нелепой сейчас. Вот в нынешней ситуации. Я не знаю, что будет дальше. Когда был переход власти, вот, когда распадала страна, когда вот это вот, я все это помню прекрасно. Это одна история. Когда мы все, я в том числе, работал в газете «Россия», которая выходила в Белом доме, и я в путь, вот, 91-го года, первый я сидел в Белом доме, там, мы ждали танки. Это одна была, есть танки на улице. Сейчас ничего этого нет. Сейчас ничего этого нет. Нам разных сторон рассказывают про то, что вот, вот, сейчас что-то. Ничего пока не происходит. Поэтому сейчас у человека есть возможность, если он хочет. Есть политически активные люди, которым очень важно и очень интересно обсуждать политические проблемы. Окей, пусть обсуждают. Даже участвовать в процессах, я бы сказал. Как правило, есть люди, которым интересно участвовать, есть люди, которым интересно обсуждать. Ну, обсуждать, конечно, больше, это понятно, да. По-разному. А есть люди, которые это делают по инерции. И вот это, мне кажется, такая неправильная ситуация, потому что… Вот, 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 кто-то их воспитал, да? Кто-то их воспитал, вот, этих людей, которые действуют по инерции. Кто-то другой воспитал тех людей, которые осознанно в чем-то участвуют. Вы. Я воспитал. Не вы лично, а вот люди, которые говорят про то, что, а как же вы будете жить вне социального контекста. Да. Говорит общество человеку. Люди, которые говорят, что мещанин – это плохо. Мещанин – это оскорбительное слово. Весь мир строится на мещанах. Весь мир строится на людях, которые живут и создают вокруг себя комфортный мир. В этот комфортный мир попадает в массу народу. И они не занимаются проблемами социальными. Они занимаются проблемами быта, дома и так далее. Весь мир так живет. У нас, говорят, так не надо. Это нехребляет мещанство. Почитайте Горького. Это мещанство. Надо… Ну, по-моему, так никто не говорит. Кто уж сейчас ссылается на Горького, там, у человека это звучит гордо. Это все забыто. Нет, человек гордо – это на дне, это другая история. Я понимаю, это Горький. Это Горький, да. Но вы же говорите про то, что надо заниматься социальными проблемами. Вы только что это сказали. Вот люди, которые бесконечно вот это говорят, не говорят человеку, дорогой мой, занимайся своей душой, занимайся… Ты имеешь возможность. Тебя никто не арестовывает. Тебя нету чисток, нету 37-го года. Ничего нету. Ты имеешь возможность работать. Вот есть масса проблем, разных проблем, причем в разных городах разные проблемы. Я довольно много еду. Мне, скажем, невероятно понравилось Казань. Очень красивый, прекрасный, чудесный город. И спокойные люди. До этого я ездил в Ростов. Спокойные люди ходят. Все говорят, что жить очень плохо. Бедно, говорят люди. При этом пробки такие. Кто эти машины себе купил? Невероятные. В ресторан мы пришли. Там был студенческий ТЭФИ. У нас был сбронирован зал. Иначе мы бы не попали в ресторан. В бедно живущем Ростове попасть в ресторан невозможно. Потому что все туда идут. Понимаете? Вот это тоже такая… Нет, нет. Этот, как бы помягче сказать, дуализм, скажем, не разбоя на существование, а дуализм, он, конечно, имеет место. Вопросов никаких нет. Ну, я понял вашу точку зрения и вашу философию в этой части. И мне кажется, вот то, что вы сейчас сказали, плавно нас переводит к психофилософии. Да? Не знаю, куда вас переводят. Нет, меня переводят. Переводят. Если такое слово, да. Потому что, да. Ну, по-моему, это вы слово такое придумали. Я даже его запатентовал. Вот видите как. А, кстати, насчет моего предыдущего, там, как вы сказали, вот вы призываете, чтобы все занимались социальными проблемами. На самом деле, это перефраз на тему не моего высказывания, а достаточно известного афоризма. Если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой. Вот этот афоризм, который меня всегда поражал. Да? Потому что занимаешься ты политикой, не занимаешься ты политикой. Политика все равно занимается тобой. Это правда. Это совершенно не зависит от того, занимаешься ты или не занимаешься. Ну, это призыв к активити. Это призыв к активити в социальной сфере. Я еще раз говорю, что мы, вот я, когда начал заниматься психофилософией, когда я начал заниматься психофилософией, потому что ко мне очень много стали приходить людей с просьбами о разных консультациях, о советах, я еще раз убедился, в каком ужасном положении и состоянии живут наши дети. И то, что происходит у нас в школе, например, это гораздо более серьезная проблема, чем любая другая. То, что происходит с образованием, то, что происходит со школой, какими у нас учат детей. Мы сейчас очень скоро, мы поймем результаты вот того образования, которое происходит. Мы просто очень уже начали падать спутники. Это все дети, которые учились в российских школах. Вот сейчас это может привести бог знает чем. Потому что у нас, к сожалению, школы ничему не учат. Вот. И если есть хорошие родители, то их дети выучиваются. Если нет, то на детей не выучат. Вот это, мне кажется, очень важная проблема. Отвечайно важная проблема. Это вопрос будущего. И это проблема. И эта проблема как социальная не решится очень долго, а как личная проблема. То есть, ты отвечаешь за своего ребенка. Отвечает родитель. Не государство, а родитель. И родитель должен постараться сделать так, чтобы ребенок был умный, образованный и счастливый. Это никто больше делать не будет. Значит, вы сообщили, что система постсоветского образования никудышная, по сути дела. Это я сообщил. Вот сейчас. Сейчас я имею в виду. Сейчас. А следующий тезис. Никто не сможет дать возможность ребенку образоваться как следует, кроме как родить. Значит, вы это разделяете. То, что система образования пришла, деградировала, пришла вот к тому, к чему оно пришло, и возможность дать ребенку образование. Но вывод следует очень простой. Значит, если родитель печется, да, о благе своего ребенка и его будущего, значит, он должен его отдать образовываться в какую-то другую страну. Туда, где другая система образования. Нет. А как? Во-первых, он может... Система плохая. Есть хорошие школы, хорошие учителя. Вопреки, как всегда у нас в стране. Да, это во-первых. Во-вторых, он должен заниматься сам. С ребенком? Он должен заниматься... Нет. С ребенком нанимать преподавателей. Он должен понимать, что... Вот у нас есть такая ошибочная точка зрения. Нам кажется, что если мы отдали ребенка в районную школу, он там будет учиться. Это ошибочная точка зрения. Ребенок не будет там учиться. Может быть, будет, может быть, не будет. И родители должны все это проверять. То есть, родители должны понимать, что за учебу ребенка, за образование, за знания, которые он получает, отвечает он. Самое главное, что родители должны понимать, что они отвечают за выбор ребенка призвания. Ведь у нас же устаревшая система образования у нас учит всех всему, вбивая в голову людей бесконечное количество знаний, совершенно не имея в виду их собственное желание. Мы же вроде бы последовали за баллонской системой. Это нельзя сказать, что это устаревшая. Это как раз новации в образовании. ЕГЭ – это новации в образовании. ЕГЭ не имеет к образованию вообще никакого отношения. ЕГЭ – это... Оценка знаний. Это оценка знаний, а не то, как их дают. Как результат. А не то, как их дают. Это то, как их оценивают. Я не очень понимаю, а почему мы пошли за баллонской системой образования? Что вы имеете в виду? Разве мы не исследовали принципам баллонской системы образования? Что вы имеете в виду? Ну, вариативность. Какая? Изучение или трактование каких-то позиций. Преподавание тех или иных дисциплин. Выбор дисциплин. Опять, никакого выбора дисциплин нет. Никого трактования дисциплин нет. У нас же сейчас будет один учебник по всем предметам. Будет. Ну, будет. Но пока-то как раз далеко не один. Мне кажется, что школа должна решать две задачи. Если это школа. Она должна решать две задачи. Первая. Она должна научить ребенка учиться. Она должна показать ребенку, что учиться – это классно. И вторая. Она должна помочь ребенку найти призвание. Абсолютно. Наша школа этого не делает. Это можно назвать баллонской, сверхбаллонской, новой баллонской. Угодно. Они вот эти две задачи не выполняют. Верхбаллонской можно назвать. Можно, да. Если они не выполняют эти задачи, школы не выполняют, значит, школы нет. Значит, то, что мы называем школой, как говорил Каджи Ванецк, то, что мы называем сметаной, сметаной не является. Говорил он в советские времена. То, что мы называем школой, школой не является. Что делать? Первый вариант. Надо менять систему образования. Окей, надо. Но понятно, что она будет меняться очень долго, а ребенок растет сейчас. Мы живем здесь и сейчас. Значит, остается второй вариант, чтобы за образование ребенка отвечали родители. Это не значит, что папа должен конкретно учить ребенку всем проблемам. Всем знаниям давать. Или отправить его в Швейцарию. Или отправить его в Швейцарию. Папа с мамой должны помочь ребенку найти призвание. У меня есть книжка про пистолотца. Там подробно написано, каким образом помочь ребенку найти призвание. Это должны сделать родители. Я во всех своих книжках обращаюсь именно к родителям, потому что мне кажется, что вообще педагогическая наука и практика из школы пришла в семью сейчас. И все самые интересные открытия педагогические, все происходит в семье, а не в школе. Может быть, не открытие, но вся практика педагогическая происходит в семье. А эти должны это понимать, что за призвание ребенка, например, кроме них никто не отвечает. А пистолотцы говорят, что ребенок должен обрести свое призвание в 5-7 лет. Ну, хорошо в 10, но не в 16. В 16 лет ребенок ищет не призвание, а институт. И это совсем другая история. Сегодня студенты, кто-то вас спросил, да, с какого курса надо искать тематику свою. Это уже человек явно даже не 16, а 18, 19 лет. Нет, ну она во всех случаях, девушка, она поняла, что она хочет быть журналистом. Просто родители должны понимать, что за все, что касается образования, призвания, и за то, что все, что касается обучения ребенку радости учебы, отвечают они. Понятно. Так вот, в общих чертах, насколько я понимаю, вы свою систему взглядов на психофилософию уже изложили по ходу нашего разговора. Ну, это нет совсем. Нет, ну, конечно, я... Нет, я говорил про психофилософскую педагогику, это другая совсем история. В чем идея вот этой вашей системы? Можно популярно объяснить? Психофилософия называется так, потому что, когда мы разговариваем с человеком, надо иметь в виду его психику, это понятно. Ну, да. И надо иметь в виду его философию, мы этого не делаем. Никогда, когда у каждого человека есть философия. Один человек считает, что надо говорить про социальное, другой считает, что надо говорить про личное. Один человек считает, что главное в жизни – любовь, а другой считает, что самое важное в жизни – работа. Когда мы разговариваем с человеком, мы должны это иметь в виду. Психофилософия возникла, когда я понял, что 100% людей являются психологическими консультантами. Все люди. Все люди дают друг другу советы. И учат жить. И учат жить. Основываясь на чем? На собственном опыте. Больше ни на чем. Почему это неправильно? Потому что Господь штучный мастер, он каждого человека делает отдельно. Значит, надо попробовать создать такую систему, которая поможет людям помогать людям. Которая будет не специальна, а которую любой человек может освоить. И с помощью этой системы помогать родным, близким и так далее. Вот, собственно, так появилась психофилософия. Я уже провел несколько семинаров в Институте психоанализа. Я буду с будущего года проводить семинары в Московском международном университете. И, может быть, мы долго ведем переговоры с МГУ по этому поводу. Это история, которая помогает людям помогать людям. Потому что, когда к тебе пришел ребенок, у которого случилась любовь, ты не говорил ему, что я в твоем возрасте решал задачки, а про любовь не думал. А имел бы некоторые ключи к тому, чтобы понимать, что с ним происходит и как ему помочь. Это не рядом где-то с нейролингвистическими практиками? Нет. Это вообще не... Ну, там все, на самом деле, все рядом. На самом деле, в 21 век человечество пришло, имея 240 психологических систем, зарегистрированных в Всемирных Азербайджах здравоохранения. По-моему, 240. 240. Мы, как правило, знаем только про Фрейда. И поэтому мы говорим про то, что все закладывается в детстве. Не то, что это не так, но это Фрейд. А есть люди, которые считают, что это не так. Есть вот это то, что вы сказали, тоже существует. Есть еще много чего другого. Принцип психофилософии очень важный, что это достаточно простая история. И у меня вот вышли по психофилософии три книжки. И одной из моих задач было то, чтобы их было легко читать. Чтобы любой человек, который ему интересует, мог быть легко читать. О, одна из самых сложных, наверное, задачи, да? Просто о сложном, как это бывает. Да это на самом деле не очень сложно. На самом деле, в психофилософии есть такой один из постулатов. Жизнь не так проста, как кажется, а гораздо проще. Это на самом деле не так сложно. Очень часто мы придумываем какие-то невероятные сложности и проблемы там, где их на самом деле нет. Да, мне в этом смысле нравится одна из таких математических полушуток, полумаксим. Ты хочешь решить проблему, упрости ее. Да. Да, упрости ее, и все будет просто. Эйнштейн говорит, что эта формула недостаточно проста, чтобы быть верной. Ну да. Это все, конечно, такие проблемы состоят в неосознанности людей. И когда ко мне приходят люди на консультации, я понимаю, что их проблема состоит не в том, что они не могут что-то решить, а в том, что они не хотят этого делать. Они не хотят думать о своей жизни. Не знают, может быть, как решить. Нет. А вы пытаетесь им помочь в своей психофилософии? Знают. Да, я пытаюсь им помочь, и даже помогают. Знают. Они все знают. Но только они убегают от этого. Они убегают, они с детьми. Например, вот я вчера разговаривал с очень серьезной такой женщиной. И она говорит, я боюсь ребенка залюбить. Я говорю, а мужа не боитесь? Я говорю, а мужа не боюсь? Я говорю, а почему? А почему вы не относитесь к ребенку, а к человеку? А я говорю, потому что у человека, я говорю, он человек. Вот когда родители понимают, что ребенок – это человек с самого начала, с нуля, 10 минут от рождения. Винни-Кот был такой величайший человек, который придумал педиатрию и придумал детскую психологию. Он говорит, что неправильное отношение к детям начинается у мамы, когда ребенок рождается, и маме кажется, что он ничего не знает. И надо его напичкать знаниями. А он знает такое, о чем маме не снилось, только он не может рассказать. Он из такого мира пришел, что просто… Ну, только он рассказать не может. Вот если родители понимают, что ребенок – это человек, это одно воспитание. Если родители понимают, что ребенок – это предмет для воспитания, это другая история. Женщина вчера говорит, ну, я же должна его воспитывать. Я говорю, может, вы хотите общаться, не хотите? Попробуйте общаться, не надо воспитывать. Вы же мужа не воспитываете. Вы разговариваете. Почему мы со всеми… Мужа не воспитывает. Если мужа воспитывает, на это быстро все заканчивается. Почему мы со всеми людьми общаемся, но мы выбрали некоторый слой людей, которые мы называем дети, и их воспитываем. Почему? Кто нам, собственно говоря, дал право вот это все делать? Никто нам такого права не дал. Как вы относитесь к ювенальной юстиции? Я думаю, что применение к нашей стороне отрицательное. Отрицательное. Я думаю, что если конкретно наши органы опеки и попечительства будут сильно вмешиваться… Вы сейчас про что меня спрашиваете? Да-да-да, примерно про это. Да, вот будут сильно вмешиваться в жизнь семьи. В изъятии, в социализации. В принципе, когда ребенок имеет право попросить у государства защиту, это мне нравится, в принципе. Но конкретно в нашей стране это очень плохо может кончиться. Вообще, мне кажется, что нам нужно не в эту сторону бы идти. Ну, туда не пойдем. Нам надо бы идти в силу укрепления семьи и в понимании того, что отвечает за ребенка родители. Родители несут главную ответственность за тем, что он будет за их ребенком. Андрей Маркович, мне было чрезвычайно интересно с вами побеседовать. Взаимно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. У нас в гостях был Андрей Маркович Максимов, театральный режиссер, подчеркиваю, ни разу не кино, журналист, продюсер. Ни разу не продюсер. Ни разу не продюсер. В общем, это была программа «Акцент», очередной выпуск. Я ее ведущий Юрий Алаев. Спасибо вам большое за внимание. Я думаю, что то, что вы сегодня услышали, не от меня, конечно, а от нашего гостя, как минимум интересно, может быть, и поучительным. Спасибо еще раз за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова